Коля Суслову задавал этот вопрос. Интересно, что ты думаешь о том, что творосмены не любят много времени тратить на подготовку? То есть это важно? Либо можно за месяц подготовиться? Заместить нельзя подготовиться. Но, опять же, если ты готовишься там, одно дело, там, готовиться, скажем, с какими-то вспомогательными веществами чужеродными, так назовем их, либо ты готовишься там чистый. Это раз. Во-вторых, надо не забывать, что у всех исходные свои данные. Но, на мой взгляд, за месяц сделать какую-то более-менее внятную форму, если ты там приехал с отдыха или еще даже ты находишься там в какой-то, скажем, в подготовительном периоде, но это очень сложно сделать. На мой взгляд, месяца это очень мало. Ну, минимально, мне кажется, 8-10 недель, это самое минимуме. Ну, по крайней мере, для тяжелодных это точно. Просто дело в том, что для многих повышенных это хобби, и не каждый готов там положить 3 месяца, да, на подготовку. Ну, мне сложно понять, что это хобби, ну, хобби, ну, занимайся, готовься. Ну, не знаю. Ну, все хотят кайфовать почаще на соревнованиях. Поступать в смысле? Да, да. Мне кажется, от соревнований не получаешь удовольствия, если таким не готов. Просто ездить туристом, блин, ну, я не знаю, у каждого свои амбиции. Кто-то, чем едет на соревнования. Я езжу там, я пускай тоже уже, скажем, там, не сверх атлет, но, блин, я все равно каждое соревнование приезжаю для того, чтобы рубиться со спортсменами, там, со своим результатом, там, за медали, непосредственно, значит, за место сборной, если там получается. То есть я там спустя 20 лет, ну, не потерял там этого вкуса, скажем, крови так называемую. Я не хочу просто ездить статистом. Бывают там какие-то ситуации, но мне в этом смысле, я лучше откажусь от соревнований, чем я туда поеду, блядь, там, говно пинать, извиняюсь за выражение. Смысла не вижу в этом. Мне, по крайней мере, это не интересно. Это был хороший ответ. Спасибо тебе. Охуительно.